обычно я здесь говорю там что-то типа привет народ но сегодня у нас грустная тема браузерные игры сколько боли в этой фразе для геймера одно огромное клише насос по выкачке денег одна игра похожа на другую как две капли воды и так далее и тому подобное да но так ли это на самом деле недавно мы на канале делали топ браузерных игр и давайте ссылаясь на него а также кое-какую информацию еще разберемся что же такое браузерки и какой путь они прошли а также как и за сколько времени их делают если верить википедии то первая браузерная ролевая мморпг появилась еще в далеком девяносто девятом году и представляла собой почти полностью лишенную графики текстовую игру все что вам было доступно это сотни тысяч слов на экране которые и погружали нас в игровой мир знакомили с мелкими деревушками и великолепными замками через текст мы сражались с дикими зверями и вампирами и все это можно было делать не в одиночку в группе в то время игру явно делали под впечатлением от dungeon and dragons сейчас же подобных игр почти что нет лично я знаю только одну карнаж ссылочка на обзор кстати есть в описании если вдруг кому-то станет интересно но как все мы знаем не только фэнтези миры есть в браузерках там также есть различные детские игры допустим вот лепим тортик из говна и палок и все ничего больше однопользовательские флеш игры нам дать не могут но дальше уже интереснее много пользовательские игры тут конечно еще не ммо но и уже не соло чаще всего это какие-либо настолки шахматы и там нарды тот же hard stone мог бы быть легко в браузере если пим не занялись крутые разработчики ну или как dota auto chess пардон underworlds ну и от многопользовательских игр мы переходим к массово многопользовательским играм и тут нас встречают более всем привычные и надоевшие рекламой везде где только можно браузерные мморпг раньше в браузерках да и вообще как в таковых онлайн играх доната не было и виноваты в этом сами же игроки примерно с 2002 года все и началось и нигде либо в китае а в россии вышла такая игра как бойцовский клуб к администрации проекта обращались сами же геймеры и просили за определенную сумму шекелей угадайте что правильно возможность получить различную бижутерию для повышения характеристик то есть уважаемые геймеры когда вы в очередной раз будете кричать что и нова майл game net blue hole или какой-либо другой локализатор убивает игру донатом помните что где-то еще в 2002 году геймеры сами показали свою лень и готовность донатить и вот спустя годы мы видим хоть и фришные игры но с огромным количеством доната и винить нужно не жадных разрабов хотя они тоже иногда свои лапы очень далеко сунут но винить нам стоит в первую же очередь игроков которые готовы платить за все подряд да некоторые браузерки действительно похожи друг на друга и чуть ли не полностью копируют меню геймплей даже враги локации могут быть одинаковыми на что поделать на разработку новой браузерки уходит смешные один там три месяца и чаще всего примерно 60 процентов случаев разработчик работает в одиночку и всего лишь 8 процентов браузерных игр делают компании связанные с игростроем которые и могут показать что-то годное и самобытное остальные же плюс минус 30 процентов это же независимой команды энтузиастов фрилансера огромное количество браузерных игр основана на флеш технологии и в современных реалиях выглядят крайне скучно и убого они не могут похвастаться шикарной графикой и анимации персонажа все что в них есть по-настоящему привлекательного это красиво выполненные задние фоны остальное же оставляет желать лучшего однако с выходом unity 3d все больше и больше браузерах заставляет все меньше и меньше людей закрывать вкладочку с игрой в первые же минуты геймплея картинка обрела объем намного лучше стало освещение привлекательные анимации и вообще игры вышли на новый уровень но вместе с этим их время производства тоже увеличилось одной из интересных особенностей браузерок есть то что в них есть буквально все жанры которые вы только можете себе представить гонки шутеры ролевки карточная фигня где нужно творить не менее странную фигню игры по вашим любимым аниме и многое многое другое но время браузерок уже прошло рассвет был в период с 2007 по 2012 когда игры в к я одноклассниках собирались сотни тысяч онлайн а сейчас же браузерные онлайн игры заменили мобильные игры так как они дают возможность играть где бы вы ни были но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз если кому-то было интересно ставьте лайк подписывайтесь на канал терпите бубенчик и смотрите ссылочки в описании там очень много всякого интересного ну и на этом все удачи и пока